Друзья, приветствую! Евгений из Зеленограда прислал посылку с образцами масла Sintec Platinum 540. Это полнозольное масло от Sintec, от Reba 4. Так, используется в Mitsubishi Grandis. Это микроавтобус с бензиновым мотором 2.4. Так, вот описание. Значит, достаточно серьезный пробег, 255 тысяч километров на моторе. Так, и две баночки. Масло произведено в июле 22-го, если судить по цвету. Я бы сказал, что это китайский пакет уже. Светленькая такая, светло-желтая. Поэтому сейчас проверю свежее. Сравню с эталоном. Эталон у меня тоже предположительный на китайском пакете. Давайте посмотрим, что покажет прибор. Так, противоизносных присадок 107%, чуть выше, чем в эталоне. Так, гликоля нет. Так, ага, выше противоизноская, выше кислотная. Да, это связанные значения. Значит, в эталоне 1.51, здесь 1.6. И также связанные значения, это щелочное. В эталоне 7.9, здесь 7.7. Ну, возможно, что да, чуть-чуть больше попало противоизноски. Вот, может, подправили рецептуру. Но, тем не менее, вот такие результаты. Так, все, сохраняю. Можно приступать к проверке отработки. Это, повторю, Mitsubishi. Значит, мотор 4G69, 165 сил. Объем масляной системы 4,3 литра. Пробег 255 тысяч. Пробег на масле 5,5 тысяч. При средней скорости 40 км в час. Это 138 мот.ч. Так, в отработке 87% по противоизносным присадкам. Прекрасный результат. Видно, что мотор в хорошем состоянии. Гликоля нет, антифриз не попадает. Нитрование и окисление на нормальных уровнях. Сажи 0,02%. Тоже немного. Но это трасса, это высокая скорость. Здесь эффективнее сгорает топливо. Так, по кислотному 2,26. Ну, грубо говоря, 0,7 нарастает. В принципе, достаточно так быстренько окисляется. Но ближе к норме. Так, по щелочному 5,6. Тоже еще запас приличный. И воды больше, чем свежим, но не критично. Так, следующий этап. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Ну, здесь можете оценить цвет масла. Видно, что оно такое, да? Светло-желтое. Свежая отработка. Давайте посмотрим. В принципе, на такой скорости не должно быть каких-то проблем. Ну, преснопамятный полимерный загуститель всем хорошо известен. Шучу. Да, есть разжижение. 42%, на мой взгляд, великовато для такой скорости. Скорее всего, чуть-чуть подналил мотор топлива. Вероятнее всего, ни какой-то не загуститель. Это подналито топливо. Основная причина разжижения масла. Так, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь. Кто не подписался, нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о новых видео. Если вам, конечно, интересно. И давайте посмотрим прогноз ресурса. Значит, начальные данные. Понятно, что я взял из эталона. Потому что прибор, сравнивая, значение получил, сравнивая свежую отработку спектры. Исходя из этих данных. Так, мой еще нейтрализующие свойства. 11,5 тысяч километров, 288 моточасов. Нитрование 16 тысяч километров, 400 моточасов. Ну и, видите, просадка по вязкости. 11,100 примерно вязкость. И 327 моточасов. Если судить по оксидам азота, нитрование 400 моточасов. Я бы сказал, что двигатель работает хорошо. Повторю еще раз. Значит, на мой взгляд, опираясь на опыт, могу сказать, что от 400 до 500 моточасов показывают результат по нитрованию исправно работающие моторы. Вот. Я столкнулся тут недавно с показателем выше 500. Вот. Очень интересный момент. С владельцем стали выяснять. Выяснили один нюанс, мне кажется, который влияет на еще лучший результат. Ну, в дальнейшем, думаю, что ознакомлю всех заинтересованных. Пока пусть останется некоторой интригой. Ну, что тут можно сказать. Несмотря на пробег такой 255 тысяч, уже серьезный у автомобиля и год. Мотор, на мой взгляд, работает отлично. Невысокое нитрование. Гликоля нет. Сажа на хорошем уровне нут. Единственный момент, на который можно было бы обратить внимание, наверное, это все-таки разжижение. Скорее всего, форсунки чуть-чуть подливают. Ну, мне так кажется. Значит, за эти 138 часов доливок не было. Это тоже, кстати, позитивный сигнал, что масла жора нет или он умеренный достаточно. То есть, может быть, непонятно, может быть, уровень уже подъело. Вот. И владелец просто поступил грамотно. До доливки взял образец. Вот. Ну, скорее всего, учитывая, что это синтек и китайский пакет, я думаю, что, скорее всего, велика вероятность, что владелец на 5500 просто сменил. Ну, многие опасаются. Но здесь никаких проблем я не вижу. Масло отработало, на мой взгляд, отлично. По соотношению цена-качество вообще это, наверное, топ. Вот. Что тут можно еще сказать? В общем-то, тут добавить, как говорится, нечего. Все сами видели. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.